Друзья, всем привет! Вы на канале Счастливая Жена. И сегодня я вам расскажу очень интересную историю, как можно путешествовать, причем абсолютно в любом возрасте, бюджетно, экономно, а самое главное, с энтузиазмом и жизненными силами. Меня зовут Лия. Расскажите вашу историю про вашего замечательного пса Шекеля. Может быть, потом покажете нам команды, какие он исполняет, и о вас. Ну, вообще-то, скорее всего, он больше герой. И я просто, честно скажу, ну, хотелось путешествовать, не было возможности. А в свое время получилось так, что купила велосипед, каталась по Москве, а потом просто решила поехать дальше. Вот, и собралась и поехала. Из Москвы сначала до Новороссийска, потом по берегу Черного моря, была в Сочи, в Абхазии, была... Все побережье Черного моря проехала, наша российская. Вот на этом велосипеде, да. Из Москвы до Новороссийска на велосипеде? Да. И потом еще по Черному морю. Сколько по времени? Из Москвы до Новороссийска 26 дней. Это где-то по 50 километров в день. В шоке. В шоке это круто. А сколько вам, если не секрет, возраст? Ну, я 60-го года рождения. Уже на принципе? 4 года. Уже ты? Да. Вообще, на самом деле, настолько круто. И собачка с вами. И он с нами, да, впереди, как вперед смотрящий стоит. Красавчик. Зарабатывается на жилье? Ну да, приходится немножко зарабатывать, потому что нужно оплачивать съемное жилье на зиму и питаться каким-то образом. Какие сложности, может, у вас возникали в этом путешествии? Да, особых сложностей не было. Сложности бывают только с администрацией, когда где-то хочешь поставить палатку, и не разрешают. Тогда приходится искать. Даже зимой? Ну, даже зимой бывает, да, и такое, что вроде бы место хорошее. Сейчас в палатке, получается? Нет, сейчас снимаем жилье, потому что ночью уже похолодало. В палатке будет прохладно. А так все лето, буквально до... до октября месяца мы были еще в палатке. В октябре только... А где здесь в Анапе размещались палатки? В Анапе была на Золотом берегу. Вот. И вначале вот с той стороны, где высокий берег. Вот. Да. Сколько в Анапе планируете пробуть? До, сейчас скажу, март. Посмотрим, какая весна будет. Чем раньше теплее, тем раньше поедем. Поедем в Крым. Почему Крым? Не была еще. Хочу посмотреть. Куда именно тянет? А я все побережье и южно хочу проехать. Ну, западно очень красиво тоже. Может быть красиво, но мне хочется посмотреть именно вот эти вот курортные города. Ага. Самые дорогие, то есть. Ну, это даже не дороговизна, потому что я же все равно в палатке, и для меня это... Ну, там будут проблемки, там же у них сложно найти место для палатки, именно в городах. Я уже знаю, где можно найти места, потому что я же общаюсь с такими же... Вот, допустим, в Ялте. Где? Все у меня уже записано, я просто сейчас не могу сказать. А не знаете, все. Да. А так у меня записано, потому что я и в интернете, и воочию общаюсь с людьми, которые вот таким вот образом путешествуют. Ну, больше, конечно, автостопщиков встречаю, интересных людей, которые пешком даже ходят. Вот встретила одного пожилого человека, который по России путешествует пешком. Он... Да, он даже машину не останавливает, ходит только пешком. И если есть такая возможность, очень многие стараются найти возможность как-то отдохнуть, где-то путешествовать, что-то интересное такое увидеть. Я, например, за всю свою жизнь столько не увидела, сколько за это путешествие. Сколько вы уже путешествуете? Два с лишним года. Я не была дома. Вы до сих пор в Москву не возвращались? А я и не хочу. Вот такие... Сколько лет планируете путешествовать? Есть какие-то? Пока силы есть, пока здоровье есть. На велосипеде, да. Ну, вот в корзинке, вот в этой корзинке он сидит вперед смотрящий. Вот. То есть, вот по трассе, допустим, вы ехали, и он спокойно на машине... А, никаких вообще реакций. Если колесо пробили... Сама делаю, если вот муж не рядом, делаю сама все. Здесь у нас еще прицеп. Вот прицепное устройство. Прицеп на 120 килограмм. Там палатка, одежда, еда, все с собой. Два велосипеда, да? Два, естественно, конечно. Пес Шекель, развернись. Я бы его снимала. Развернись. Молодец, Полундра. Умничка. Хорошо. Так, молодец. Развернись сюда. Это что такое? Хорошо. А теперь... Окей. 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 Чихать на все. Чихать. Нет, чихать. Не филонь. Не филонь. Чихать. Что такое? Не нравится этот самый. Чихать. Нет, чихать. Все сказал. Все сказал. Вот что хотел. Все, а теперь чихать. Нет, чихать. Вот, молодец. Еще раз. Молодец. Зай краба. А второго? Хорошо. Иди на вахту. На вахту. Быстро, 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 быстро. Быстро, быстро. Еще ругаешься. Все, успокойся. Как ему лет? Три года. Ух ты. Вот он с самого начала вашего путешествия? Да, с самого начала, конечно. Как он стал знаменитым? Как пришла мысль с ним так путешествовать? Ну, вообще, он знаменитым стал случайно. Во-первых, нашли ему... Вот это вот без козырочку. Это уже теперь его визитная карточка. А еще он снялся в фильме с Настей Ивлеевой. Туристическая полиция. Он у нас звезда. Да, он в Сочи снялся в фильме. Его поставили в титры крупным планом. Вот на велосипеде прямо. Вот это у нас такие знаменитые отдыхающие туристы, Ивана. Вот. Ой, ты какой-то. Ну, и месяца два тому назад я ему сделала инстаграм. Шекель-морячок. Да, кстати, будет ссылочка. Давайте еще под видео. Там есть несколько видео. Ну, правда, немного еще материала. Но что-то, кое-что есть. Как решиться на вот это все? Да никак. Просто поехать, да и все. Просто взял, да поехал. Потому что люди начинают бояться. А мне бояться нечего уже. Уже все сделано. Я просто взял бы и поехал. Ну, да, некоторые говорят, сбежала. И, кстати, в дороге столько интересных людей встречаешь. А почему сейчас, допустим, не в сторону Абхазии уехать? А мы были уже там. Нет, так что там просто теплее было. Нет, просто получилось, что я хотела поехать в Крым. Но проблема в том, что в Крыму нету забирбанковских этих самых. И я бы осталась вообще без денег. Не факт, что я там заработаю. Горы, это ж туда-сюда. Сколько надо? Это достаточно сложно. Потому что в горах я в день делаю не больше 25-30 километров. Я вообще сейчас не представляю, какой 120 килограмм этот. Наверное, ногами, да? Ногами, вверх ногами. А с горки идешь на велосипеде, да. Хотя у меня была очень сложная трасса. Когда я приехала первый год, поехала в сторону... Вот из Новороссийска я поехала не по трассе, а по берегу через Малоутрический заповедник. Вот там была самая сложная трасса. Там же камни. Там вот камни, вот этот вот подъем в одном месте 45 градусов подъем. Я 12 этих километров шла двое суток. Ну вот, а я из Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Малоутрический заповедник, Суко. Вот это вот как раз перевал Кузнецова я прошла. Он не худенький, он нормальный. Ну вообще мясо любит. Мясо, мясо. Он самый затратный получается ваш. Ну да, это точно. Он какую-то попало колбасу тоже не ест, отворачивается. Да, ему вкусненькое что-нибудь. Я тут работаю за вас, за всех. Это ведь мне вкусная колбаса нужна. Я говорю, скоро хамон мне уже покупать придется. Есть мечта поехать в Европу. Очень хотелось бы, не знаю, в следующем году получится или нет, но я бы хотела посмотреть Германию, Францию и Испанию. А заранник есть? Ну это несложно. Это все... На собаку больше документов. Его нужно будет, да. Нет, документы у него есть, а придется вот проходить, делать прививки и так далее. Все. Проще мне будет все это делать. Там говорят, у них с велосипедами все гораздо лучше. То есть у них даже на трассах больше отношений. Как-то фуру когда мимо проезжают. У нас проезжают, они даже не задумываются. Неправда. Я ехала по России, вот из Москвы. Самый дисциплинированный, удивительно хороший водитель, это злот, который на фурах ездит. Они буквально даже отъезжают специально, чтобы даже ветром не задеть. А вы говорили, что по трассе самое опасное, то фуру уже от тебя вообще не ездят? Нет, 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 нет. Наоборот? Кстати, да. Очень культурные, очень спокойные водители. Спасибо, развеяли один из них. Я проехала достаточно много и могу сказать точно, что ни разу не было проблем вот именно с фурами. Можно еще один вопрос от меня? Под чем вы нашли себе проживание с собакой сейчас? Три тысячи с человека. За месяц? Да. А что, то есть вы проживаете за шесть тысяч? Да. Нет, чисто случайно, вот так вот несколько объявлений. Нашли самое такое близкое к нам. Я как раз на высоком берегу стояла в палатке. Начались холода ночные. И думаем, надо уже перебираться в тепло. Спасибо вам еще раз большое. А вам и с Шекелем прекрасного путешествия. Попрощаешься с нами, дорогой? Развернись. Ну, развернись. Да ладно, там. Ну, все, он в фильме снимался, он зазнался чуть-чуть после Ивлеева. Красавец, красавец. Ну, теперь все.